Привет, Андрюха! Ирине два привета! Давай посмотрим, что мы тебе взяли. Камера. Вот так вот она выглядит. Лапка. Это такая фигня, которая крепится к чему угодно, куда угодно, как угодно. Хочешь на трубу, хочешь на любую плоскость. Фактически это струбцина. То есть у нее все степени свободы фактически. Что у этой вот здесь, что вот это тоже. То есть вот это вот возвращается сюда. Сюда. Это вокруг. Вот. Есть еще одна. То есть можно вращать ее так. Все. Сама струбцина. Сама струбцина Имеет выемку. Имеет выемку. Имеет выемку для того, чтобы можно было крепить ее к круглым. К трубам, допустим. Ну, я не знаю. Возьми вот так, допустим. То есть она зажимается. Зажимается. Выставили как хотим. Эта фигня может быть использована не только для GoPro. Вообще она не родная. То есть для любого фотоаппарата, для любой камеры. Тут стандартная резьба под камерой. Обалденная штука на самом деле. Имея такую струбцину, в принципе, тебе все остальные крепежи на плоскости и на круглости не нужны. Она одна заменяет их все. Но камера, это пульт Wi-Fi. Не обязательно его направлять. Он действует на расстоянии 50 метров. Через стены, через что угодно. Сама камера, у нее принцип такой, что она отдельно не может быть использована без бокса. Бокса, точнее. Вот. Дюль, покажи. Я показываю крупненькую основу. Это основное. То есть вот к этому идут все крепежи. Если на обычной камере у нас есть гнездо, куда мы накручиваем, то тут на этой камере нету. Значит, открывается таким макаром, отщелкиваем защелку и открываем. Сама камера, у нее ничего нет. То есть она не может быть к чему-то прикручена, поставлена. Так, давай по камере, пока мы ее достали. Значит, батарея. Вот она. Угу. Все, она включена. Здесь включается Wi-Fi отдельно. Вот так же он включается. То есть, чтобы он не жал батарейку, когда он не нужен, его можно включать. И вот эта камера, чтобы ее к чему-то приляпать, есть крепление. Давай посмотрим крепление. Все они примерно вот такие. Вот. Эта камера, значит, закрепляется сюда. Вот. И уже это защелкивается туда или сюда на крепление на любое. Вот. Вот. Например. Вот эту вот фигню вообще можно оторвать и использовать ее как настольный штатив. Вот. А вот эта пластиковая фигурина, я из нее сделал себе нагрудник. Ну, себе взяли фирменное лучше. Вот. То есть, воткнул все и вот эту пластмасску ставишь. Все, она на месте. Но вся беда, что у нее только одна степень свобода. Есть такие добавки. Вот. Вот. Если у нас вот эта, допустим, если у нас вот эта, вот такая, то вот эта вот, она еще другая. Вот эта вот фигня идеально подходит для нагрудника. Почему? Потому что мы камеру цепляем и полностью можем ее положить, застегнув на нагруднике вот так. Ну, давай, раз про нагрудник говорим, давай его и заявим. Такой вот, скажем, лифчик. Они все взаимозаменяемые. Защелкнули. Поставили. Все. Теперь мой терминатор. Забрасываю удочку. Она горит где-то вот так. Можете вот свободно рыбачить. Надо. Опустил. Надо. Приподнял. Если у тебя низ ходит, лучше его поднять выше, то есть подтянуть. Вот. Если у тебя здесь больше ходит плечевой пояс, значит, крепить его на живот. Все. Забрасываем. Камера практически неподвижной остается. Вот так. С лифчиком разобрались. Так. Дальше что у нас? по креплениям. Есть. Такая стиговина на голову. стиговина на голову. Точно так же у меня крепится. фишка фирменной в том, что у нее изнутри есть такие полосы. силиконовые силиконовые полосы, которые сами по себе цепляются. Они липкие за голову, за шар. Ну, резинка, считай. Да, резинка. Так. Смотри, что тебе нужно. Что-то ковыряешь. Вот. Вот. Есть, что называется, комплект крепежей. Это такие фиговины, которые позволяют нам добиться еще одной плоскости, еще одной свободы плоскости. Так. В случае, если у нас, значит, вот так, то она у нас входит и сюда, и вот так. Цепляем третью. Фактический конструктор. Вот. Вот у нас все три колена. Они позволяют нам, значит, в этой плоскости работать, ну, и чуть изменить. Вот на всех двух коленах. Так. Что я говорю про лапку? Чем она лучше? У этих, получается, только по двум осям входит. Лапка позволяет, как я говорил, любую плоскость. Наклоны и все остальное. Значит, но так как у нас здесь крепление штатное для фотоаппаратов, для камер, нам нужен переходник. Этим переходником является, так называемый, крепление трипод. Ну-ка покажу. Эта звездюленька стоит 400 рублей. И понятно за что. Вот. Что мы делаем? Накрутили. Все. Теперь у нас лапка адаптирована чисто для GoPro. Вставили. Закрепили. Ну и, например, тут у нас есть труба. Закрепили на трубе. Повернули, чтобы нам было удобнее. Ослабили. Все. У нас камера закреплена здесь. Надо нам ее развернуть. Мы ее взяли и развернули. Или наверх. Или вот так. То есть, абсолютно универсальная вещь. Я видел их у рыбаков на сидушках. Вот. Вплоть до... На уключенную можно призабачить ее. Или, куда я не знаю, на весла. Теперь, значит, заряжается она. Ну, я думаю, найду тебе мануал по нему. Чтобы можно было почитать, что где и как там. Заряжается, значит, либо от компьютера. Либо советую приобрести прикуриватель с гнездом USB. Вот. Я его воткнул, если в машине. Все. Он у тебя от прикуривателя. Вот. И есть от розетки. Такие же. Вот. Тоже. То есть, заряжается либо от переходника от розетки, либо от прикуривателя, либо просто тупо от компьютера. Площадки. Это площадки, которые ты можешь закрепить у себя на шлеме. Крепятся они один раз. Скотч очень сильный. И потом тебе придется его просто срезать. Эта площадка вот крепится один раз. И потом ты на нее на бак квадрика отпустил. Потом ты на нее только раз прицепил, поехал. Это одна площадка. У нее плоскость ровная. У этой овальная. То есть, вот в комплекте есть две площадки. Покажи овальную еще раз. В принципе, можно докупить. А не есть набор, там их штук шесть, по-моему. Что-то такое. По площадкам вроде все понятно. Так. Я сам долго думал, что вот это такое. Вот эта фигуренька. Оказывается. Вот эта вот силиконовая штука, она одевается на болт. И вставляется вот сюда. В этом случае никакая сила у тебя из площадки эту фигню не вырвет. Это раз. И два. Со временем все-таки разбалтываются. Вот. И от тряски может быть шум. Шум, который будет передаваться на камеру. Вот эта силиконовая фигня. Она распирает. Вот. И не дает. Этому. Здесь есть зарядник для дистанционки. Штука хитрая. Как ей пользоваться, тоже сам прочтешь. Штука хитрая. Вот это вот. Нифига не кольцо. Это ключ. Он также является и кольцом для крепежа. Значит, чтобы тебе зарядить его, тебе нужно этот ключ вынуть. Этот ключ также отодвинув, вставить. Все. Теперь он у тебя зарядится. Здесь есть интересная штука. Как холдер, скажем так. Который, может быть, пройдет в ремень, допустим. Он у тебя постоянно при себе был. Где угодно можешь закрепить его. Чтобы не потерялся. Вот. Заряжается точно так же от компьютера. Либо от бортовой сети. От чего угодно. У тебя. Посредством USB. Поначалу попаришься, пока не поймешь, что если ты не выключил дистанционку, то она будет у тебя заряжаться вечно. Вот. Либо, если ты на камере, когда будешь заряжать ее, не выключил Wi-Fi, он тоже будет заряжаться, заряжаться и заряжаться. Пока ты не выключишь ее полностью, не даже ей полностью зарядится. Вот. Ну там, если что спросишь. Вот. Бокс. Он уже снабжен плоской линзой. Плоской линзой. То есть, чтобы можно было снимать под водой четко. То есть, если у меня, допустим. А, у меня его здесь нет. Если у меня на боксе она круглая. Да. То так она нормально снимает. Опускаешь под воду. И она начинает мутно показывать. Для этого применяется плоская линза. По габаритам. Вот твоя камера. Вот твоя камера. Вот. Прикладываем. Ровненько. И видим вот такую вот картину. То есть, твоя камера уже. И это при том, что у тебя есть уже Wi-Fi. Если я присобачу свой Wi-Fi. В два раза толще. У тебя она уже с Wi-Fi такая. Есть крышка с дырточками. Вот. Она цепляется. Сразу покажу. Как. Одна снимается. Это для воды. Для герметичности. Герметичная крышка. Это крышка. У нее есть отверстие для того, чтобы нормально работал микрофон. Чтоб звук снимал. Кажи крышку там. Чтоб дырелая. Угу. Вот. Присобачил ее. Так же. Ставил камерешку. Прижал, придавил. И закрыл. Тут, получается, камера не защищена ничем. И с этим, частенько бывает такое, такая ошибка бывает. Люди снимают под дождем, в воде, зная, что у них нормальная крышка. Потом поставили эту крышку. Вот. Раз. Там под дождь. И все. И камеру выкидывает. Вот. Поэтому обратите внимание. Я для избежания такого кануса сделал себе на крышке. Взял просто скотч. Прозрачный. И наклеил его в глухую. То есть мембрана, конечно, есть. Вот. Она не настолько глухая, как пластик. И микрофон слышно. И в случае, если там дождь или что-то такое, она немного сохранит. То есть туда влага не пройдет. Поэтому вот прям наклеил скотч. Обрезал его. Это вот я сделал для своей. Сниму немного подальше. Потому что сама по себе камера очень беззащитная. Без своего бокса. Ну что. Ой. Пойдем. Поздравляю. Не надо. Пойдем. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...